Диагностические исследования Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал кабинеты, в которых жителям будут оказывать необходимую медпомощь. Сюда могут обращаться и взрослые, и дети, как программа врача общей практики, заболевших, респираторные инфекции, пневмонии, радикулиты, гастриты, язвенные болезни. То есть всех мы можем принять. И отдельные наименования, отдельные диагнозы, глазные болезни, лор-болезни, хирургические болезни. Это все входит в программу врача общей практики. Расположен офис на улице Игнатьевской, дом 2А. Работает с 8 утра до 16.00. Пока прием ведется в порядке живой очереди, но уже с 21 февраля будет по записи. Кстати, о комфорте передвижения маломобильных граждан здесь не забыли. Знаки и подъезд как раз с этой стороны для маломобильных граждан мы уже с начальником обсудили. Тоже вопросы на контроле. Вот это, наверное, будет очень оптимально для того, чтобы и жители подъезжали. Причем мы лобку установили. Она работает. Ну, знаки для парковки для инвалидов, чтобы он мог припарковаться, потому что здесь зона достаточно комфортная. На рабочем совещании глава муниципалитета отдельно остановился на работе ФААПов в округе. В числе актуальных вопросов – укомплектованность штата, проведение ремонта в отдельных учреждениях и его сроки. Андрей Иванов поручил подготовить дорожные карты. Удалось ли нам собрать этот коллектив, который отчасти работает тоже в непростых условиях, находясь там на сельской местности, без особых замен. И такая же нагрузка большая. Многие приходят в ФААП не только за льготным лекарством или за консультацией, а просто как в центре психологической разгрузки. Особенно люди в возрасте, пожилые. В Одинцовском округе 15 ФААПов. Этот формат востребован. Поэтому необходимо и дальше развивать фельдшерско-акушерские пункты и поддерживать персонал, отметил глава. Все вопросы взяты на контроль. Работа будет продолжена. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...